Сегодня 7 октября 2020 год. Сегодня 8 октября 2020 год. Сегодня 8 октября 2020 год. Так как меня это не совсем устраивало, я доработал свой контракт и решил сменить род деятельности. На сегодняшний день я приниматель, бизнесмен, работаю полностью на себя и создаю рабочие места. Хочу сказать, что жизнь заиграла новыми красками. Мне это нравится. Мне нравится быть всегда в Донусе. Я постоянно нахожусь в движении. У нас постоянно появляются с командой новые проекты. На сегодняшний день у нас есть порядка 7, наверное, проектов, честно говоря, даже, наверное, и больше. Первый проект – это бренд Pro Jumping, батуты для фитнеса. Мы занимаемся производством батутов. Также есть школа, которая готовит будущих инструкторов для данного вида фитнеса. И сейчас упаковываем новое направление – тренер он, бренд называется тренер он. Название пошло от доменного имени сайта тренер он. И данное направление – это будет онлайн фитнес. Идеи пришли давно, но реализовали мы буквально, как только вопрос пандемии стал остро. Когда люди перестали ездить на обучение в фитнес-залы. И когда наших тренеров из Беларуси перестали выпускать в Россию для проведения обучения. Интернет-магазин Азурита. Это направление еще является стартапом пока на сегодняшний день. Оно не приносит денег, но мы делаем все возможное. В данном направлении трудятся два сотрудника, ну и я и мои партнеры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 На самом деле спорт для меня играет важную роль в жизни. В свое время, за счет того, что занимался различными родами деятельности и различными подработками в студенческие годы, была сорвана спина. И спина – это такая часть тела, которая задействована практически во всех физических нагрузках. И когда я пришел к врачам, в очередной раз было защемление нерва, врачи сказали не поднимать более 5 килограмм. Но я не послушал врачей и решил закачивать поясничный отдел, мышечный корсет создавать. Чем, в принципе, сейчас я и занимаюсь и чувствую себя отлично. Спорт для меня очень важен. Я себя чувствую крепким, здоровым человеком. Как говорят, движение – это жизнь. В данном случае для меня спорт – это жизнь. В данном случае для меня спорт – это жизнь. В отчестве, которое мы сегодня посетим, группа компаний «Релини». Мы занимаемся поставкой различных товаров. Абсолютно разные товары. Это одежда, это косметика, это аксессуары для животных, это корма для животных, которые мы поставляли относительно недавно. Это и сумки, и обувь, и боксерские перчатки, и канцелярия. В общем, все, что людям надо, все, что продается, мы поставляем на различные маркетплейсы. В «Валберис», «Ламода», «Беру», «Яндекс.Маркет», и в том числе на свой интернет-магазин, который мы развиваем. Вот эти товары, они подготавливаются для отгрузки, упаковываются, и примерно раз в неделю несколько поддонов товара уходят на российский рынок. Следующее направление. Какое там следующее у нас направление? Ну, ладно, это кальянная. Кальянная, доставка еды, суши. Как я ранее говорил, это «Перец лаунж», название нашего заведения. Ну, тут все просто. Доставка еды. То, что сейчас делается активный упор ввиду новой информации о том, что будет вторая пандемия. И, скорее всего, этот ролик вы смотрите в этом заведении сейчас. И плюс кальяны. Ну, кальяны – это такое у меня хобби, которое переросло, наверное, в какую-то привычку. Раньше с партнерами, с друзьями, просто какие-то переговоры, они проходили в кальянах. Неважно, где это было, в Минске, в Москве, в Казахстане, там, где мы встречались с партнерами. У нас, как бы, такая, не то чтобы традиция, но, наверное, привычка была встретиться в кальяны, поднимить эту трубку мира и решить все насущные дела и заключить какое-нибудь соглашение. Поэтому, вот, было желание всегда иметь свою кальянную. Далее, едем в офис в Ждановичи. Там пару организационных моментов. Потом едем в офис в Ратомке. Заберем документы. Потом едем в основной офис, где пройдут совещания. Подпишем документы. Здрасте, девочки! Вот такие у нас красотки работают. Как дела у вас? Здравствуйте. А товар приехал, да? Да. Это все, что есть, да? Это взрослые. Если вы решили здесь кухню сделать, пускай он прикрутит два самореза сюда и повесьте шторку. И все, у вас полноценные полки для кухни будут и не будет глаза бросаться. Здесь на территории какая-то старая постройка. Говорили, что это баня. Ну, не знаю, мы пока не пользовались ей. И здесь самое интересное, что есть свой водоем и есть вот такое место, где можно проводить корпоративы. Здесь уютно. Можно проводить корпоративы. Можно проводить совещания на свежем воздухе. Уточки плавают. В водоеме рыба какая-то водится. Я не рыбак, не в курсе. Тут, я так понял, вот даже все удобства есть для рыбака. Скамейка, стол, можно поставить бутылку виски, кальян и рыбачить. Здрасте. Здравствуйте. Снимаем немецкий фильм. Раздеваться? Привет. Привет, привет. Как дела? Хорошо, работаем. Это вот наш офис. Работают девочки. Всякие вкусняшки, да? Что это такое? Это продаем или нет? Что ты спрятал? Это перепродаж. Что мы, расскажите, какой мы товар сейчас поставляем? Гружа. Сухой центровар. Констовары, зубочистки. Настя, расскажи про девочку новую. Я же не знаю. Я с вами знакомствую. Это наша новая девочка. Пока она испытательная на столбике. Здравствуйте. Создается она прекрасно. Как вам работает? Хорошо. Вот такие всякие штуки нужные в быту. Шампуней, моющие. Бренд нельзя рекламировать. Это что такое? Бальзам-кондиционер для волос. Смайл кит. Короче, продаем все, что продается. Вот здесь еще есть такой товар, как детские игрушки, да? Да. Такие всякие штуки. Это уже запрыто. Это все упаковано, да? Все упаковано. Да, без предупреждений. Как дела? Чего у вас так мало? Это вот у нас самый главный офис, основной. Вот работают такие девочки у нас. Это мой заместитель. Да. Ирина. Привет. Можешь куда-нибудь это отложить и на Си Петровне отдать? Здесь подписать? Давай. Может, и в ГУС идет, и в ГУС? Давай, давай, я потом, там еще хватает, что нам подписывать. Что нового? Что нового? Когда отгрузка? Ну, как же. Все заблокировали, все заблокировали. А почему? Можешь столько капитал. Ну, столько капитал релинии, потому что мы белорусы. И что? Сроки неизвестны, когда ответили. А, типа для белорусов заблокировали? Да, застан, они сейчас проверяют. Ты печати потом поставишь, да? Да, печати нету. Это Настя передала со второго офиса? А, да. И на подпись что, вот это забрать? Да, заберите. Это главный бухгалтер Наталья. Снимаем ролик для нашего мероприятия. Собча. Привет. Вы работаете в одном городе? Это Леня, отдел продаж работает, не будем мешать. Всем привет. Помахайте в камеру. Снимаем ролик. Ты будешь на мероприятии? Я. Ну, ясно. Ее не снимаем, значит, Никита будет. Это проект Азорита, интернет-магазин, который будет маркетплейсом мировым. Сейчас подпишем документы, потом созвонимся с таможней, уточним, как там приехал груз из Чехии или нет. Свяжемся с транспортной компанией, когда это все можно будет доставить. Ну, и поедем на швейное производство. Спасибо. Закрывай двери, пожалуйста. Спасибо. Это еще недавно у нас вот один новый проект. Видно меня, да? Снимаешь? Сделали гель для душа белорусского производства под нашим брендом Азорита. Азорита – это вот как интернет-магазин, который будет мировым маркетплейсом azurita.ru. Вот такой вот гель для душа со вкусом манго, со вкусом атмосферы – это, по-моему, свежесть, соблазн и фантазия. Все гели тестировали, все учредители. Поэтому проверено временем, проверено всеми сотрудниками. Вот такая красота, очень приятные на ощупь бутылочки. В общем, надеемся, что гражданам Российской Федерации очень понравится. Они и так любят белорусское производство. Пускай оценят наш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ну что, сегодня был продуктивный день, и хочу сказать отдельное спасибо тебе, Алексей, в первую очередь, за то, что ты выручаешь нас всегда, своевременно изготавливаешь наши заказы. Хотел сказать, что те, кто нас сейчас смотрит, что мы надеемся на то, что наша компания будет международной. Мы к этому стремимся, идем, и в завершении мы занимаемся сейчас любимым делом. Это у нас переговоры за трубкой мира, с вкусным десертом, с собственной кальянной. Всем хорошего вечера.